Салют, приятель! Сегодня ко мне в руки попал фонарь от компании Nightcore, это LA-10, CRI, и что такое CRI, я объяснял уже неоднократно, это чем выше значение CRI, тем ближе к реальному освещению, как к солнечному, выглядит то, что вы освещаете этим фонарем, то есть чем выше CRI, тем более естественно выглядит объект, освещаемый тем или иным фонарем. И здесь CRI больше 90, это прямо отмечено на упаковке, это как бы да, это очень хорошо, единственный момент, что диоды с высоким CRI, это японские диоды, Нича, и здесь именно такие используются. 85 люмен написано, магнитная крышка, опять же, напомню, что если используются диоды от Нича японские, то в них немножечко меньше будет люмен, нежели от других диодов, при тех же всех режимах. Это тоже не забывайте обязательно, это всегда нужно помнить, дистанция 10 метров, но это так условно, понятное дело, что по ANC, 23 часа на минималке, полтора часа импакт, ну и возможность где-либо использовать, плюс QR-код. Фонарем-то я попользовался, прямо сейчас я покажу, как он светит, то есть ночные тесты будут в прямом эфире, хотел сказать, конечно же, не в прямом эфире, а прямо сейчас на видео, то есть мне даже не нужно отдельно ехать снимать, куда-то выбираться, потому что этот фонарь всего лишь 85 люмен, для этого не надо снимать что-либо на улице, вот такой вот найткор, вот такой шнурочек, стандартный шнурок для всех найткор, ничего примечательного нет, гарантийка, и собственно на минуточку сама инструкция питается, он от самых распространенных батареек, это пальчиковый форм-фактора 2А, и собственно вот вы видите, как, чего здесь и почему. Есть LA-10, в котором используются диоды Cree, в нем максимум 135 люмен, а есть LA-10 CRI, в котором используются диоды Nietzsche, и в нем максимум 85 люмен, час 30, дальше режим Middle 30 люмен 6 часов и 9 люмен 23 часа, все это проверено на аккумуляторе емкостью 2450 мА, здесь это все написано, как, чего вставлять, тоже написано, power on, off, кто забыл, что такое найткор, она входит в Сисмакс Индастри, туда много еще чего входит, некоторые другие фонарные компании тоже. Размеры и вес прямо сейчас и здесь вы видите, как, чего и где, и какой диод используется в версии LA-10, это Cree XPG 2S3, а здесь используется Nietzsche 219B, Cree, у которого больше 90, а тут все на китайском, это совершенно неинтересно. Сам фонарь, да, я уже вставил батарейку, включается она вращением, естественно, если закрутить до конца, то он включится, если чуть-чуть отвернуть и нажимать, то он тоже будет, но если чуть больше, то уже все, то есть на одну ниточку резьбы, если открутили или на пол ниточки, то нажатием можно такие сигналы подавать различные, но это с любым фонарем на самом деле. Так, давайте сразу взглянем, что внутри, ох, вот он пресловутый магнит, который прям вытягивает батарею, батарея, я вам скажу, весит немало с этой стороны, причем, ну он с этой магнитит и отсюда, причем я бы не сказал, что магнит какой-то особо прочный, то есть, да, магнитит, но все это висит при магниченном, знаете, ну вот, ну не знаю, мне все равно кажется, что слишком тяжеловат, вот так видите уже, при таких нагрузках он уже съезжает. Могли бы еще мощнее магнит воткнуть, чтобы вообще железно держалось, но есть такая фишка, держатся надписи, серийные номера, внутри защита от переплюсовки, вынимаем, вон она спрятана, я думаю, вы ее видите, останавливаться на этом смысла не вижу, опять же, минусовой контакт, да, в общем-то, ничего такого, казалось бы, здесь и нет, кроме, да, вот эта часть, она удобная, она не просто круглая, здесь имеются такие скосы, чтобы ты мог рукой удерживать и вращать, анодирование, смазано, все на местах, зип-комплекта какого-то дополнительного, ну, во всяком случае, у меня не было, да и не нужен он тут, по большому счету, вот это первый режим, второй, так, раз, два, три, нет, раз, два, три, и потом, раз, два, три, и потом, бим, вот это тоже прикольно, маячок, вот так вот это все работает, но, 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 это все хорошо, давайте выключим все освещение, которое у нас имеется, и вот, пожалуйте, вот так вот это работает, высокий серый, дает вот такое вот освещение, оно очень реалистичное, выглядит так, как будто бы свет от обычного солнца, то есть, это минимальный режим, самый-самый-самый минимальный, вы заметили, да, что он выкручивается, как губная помада, и отчасти это интересно, можно сделать маячок, можно им жестикулировать, если мешает, что освещает все вокруг, можно закрыть и светить только перед собой, опять же, хорошо, это раз режим, так, три, раз, два, вот второй, очень тоже яркий, вполне себе приличный, третий, нет, да, раз, два, три, вот они, 85 люмен обещанные, довольно неплохо светит он, как EDC-шничек идеально, как миниатюрный какой-то фонарик в поход идеально, как фонарь для, как называется по-русски, emergency, в общем, ну, на случай различных ЧАЭС, резервное освещение, вообще, вообще идеален, вот для этих целей он просто, он просто создан, потому что хотите так, можно примагнитить, нормально, если надо осветить все вокруг, выдвигаете, ставите, имеете приличную площадь освещения, вообще норм, хорошо, все видно, можно читать, можно передвигаться, конечно, то, что написано 10 метров дальность, но это так, условно, что-то будет видно на 85 люменах на 10 метрах, но, ну, так, условно-условно, достаточно условно, то есть, весьма себе расплывчато, впечатление, фонарь достойный, это я сейчас на минимальном режиме вам все показываю, фонарь достойный, фонарь хороший, на удивление, знаете, как много было фонарей, которые претендовали на такую вот EDC-шность в таком форм-факторе губной помады, очень много компаний пыталось это сделать, и только у Nightcore охватило действительно ума сделать просто реально выезжающий механизм, как в той же губной помаде, и так и оставить, можете смеяться, но это чертовски удобно для такого форм-фактора и назначения, фонарь достойный, цена, конечно, ну, бренд, ничего не поделаешь, но функционал очень приличный, кто хочет, берут с высоким серой, кто хочет поярче, но менее естественное освещение, берут на кри-диодах, стоящая вещь, стоящая, необычная, да, металл, кругом металл, выдвижная часть, это пластик, рассеиватель матовый, рассеивает хорошо, довольно приятно, о нагреве говорить здесь не приходится, при тех люменах, при той мощности, да, и при этих габаритах, да здесь ничего не греется, приятный фонарь, цена вполне адекватная, хотя, ну, нам всегда, и мне в том числе, и вам кажется, что все стоит слишком дорого, от этого никуда не деться, нам хочется всегда все подешевле, вот, но самые теплые ощущения можно рекомендовать, EDC-шник, emergency, свет какой-то, если где-то нужно, выживальщикам различные ЧАЭС, просто вот, как EDC-шник, он, в принципе-то, отличный фонарь, он вообще не вызывает никаких негативных ассоциаций, он не броски, ничего вообще, то есть, ну, он вообще даже на фонарь-то не похож, вот в чем самая суть, питание распространенное, где угодно можно найти, либо батарейку, либо аккумулятор, то есть, не проблема, темляк, хотите цеплять, хотите, нет, но, тем не менее, вот, реально, emergency фонарь, и у Nightcore он получился, в общем, полный комплект, как говорится, на этом все, не чихай, не болей, приятель, проведи остаток своей жизни с пользой, с тобой был я, Олег Гром, до скорых встреч, пока-пока.